здравствуйте товарищ меня зовут михаил садаков на этом канале я реагирую на кип-поп у стейси группа за которой активно слежу вышел новый клип песня называется баббл это с их нового мини-альбома team fresh он уже неплохо продается но про это я скажу после первой реакции а пока буду как обычно благодарить людей которые поддерживают на бусти в особенности шура илью просина горш евгения ерина антона балетиса александра требнева они стрин рин и матвея петухова что ж товарищи давайте же стейси баббл очень надеюсь что песня будет классная клипы были симпатичные тизеры я чисто по картинке видел я сам песню слышал так что все 321 поехали яростный намек на диснеевский дворец ничего себе про марки строу саундтрек слеганса у нас фига ми барда комменти Пока задорно. Почему-то мне это напоминает ранее песню Twice. Не знаю чем. Только синток еще больше. Довольно необычная песня. Тут вообще у нас барабаны, простите. Это же где-то висит просто. Вот это самый забавный момент, честно говоря, в песне, наверное. Красиво. Ой, клип креативный. Даже весьма с этими переходами бесконечными. Она очень же не радостная. Очень. Припеве только что-то вообще из 90-х. Так. Потому что в порядке, в порядке, в порядке, в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok. Активный. Субтитры сделал DimaTorzok. Активный. Да, действительно, очки нацепила, сразу же такая неуверенная в себе девочка, якобы. Чулка тоже заводная, если это, конечно, вы чулка. Это очень хорошо, это не то, чтобы прям сразу же в список моих любимых вещей вбежала песня, но я помню, на самом деле, попи-попи мне с самого начала не сильно зашла, а потом зашла побольше. Может, здесь так и будет, это, в принципе, нормально абсолютно, даже, пожалуй, больше зашла, чем не зашла, скажем так. Еще есть танцевальная версия, наверное, ее смотреть не буду, я хочу посмотреть, в первую очередь, на клип, потому что здесь очень клевые всякие переходы, мне интересно на них обратить внимание. Соответственно, она вроде дико позитивная и милашная сама по себе, то есть черноглазые наши победители умудрились сделать концепт милоты, при этом сделать его по музыке, не чисто банально милашным. Здесь и что-то оркестровое, что-то и роковое, что-то из 90-х, прям синтами наполнено. В общем, как, в принципе, они умеют сочетать кучу-кучу инструментов, а что-то единое, целое и хорошее, позитивное. Давайте еще раз. Мне все равно мои любимые песни, это в стиле So Bad. Это до сих пор моя любимая песня, Стейси. Вот, слушайте, она даже прекрасна так начинать, понимаете, со струнных. Такой переход сражался всем. Вот. В принципе, очень хорошо переходы сделаны. Девчонки, что вы делаете? Вы живут в бардаке страшным. Кто-то там у себя на кровати тренируется, велосипед крутит, но просто разбрасываю бумагу. Тут уж хорошо камера в соответствии с движениями двигается. Вот этот момент мне чем-то напоминает Вайс ранее. Флот-тист. Именно так они живут в своем общежитии. Вот этот кусочек. Прям сильно-сильно что-то напоминает. Из старенького приятного. Да, запоминающаяся тема. Тут просто обратить внимание практически без перехода. В какой-то такой необычный сегмент. Пуходит песня. И нормально вписывается абсолютно. Ну, барабаны и барабаны, что такое. Окей, клавиатуры прикольные. Я, кстати, помню, такую клавиатуру, которая справа ведет где-то. Такая типа с круглыми клавишами. Кстати, они летают. Прикольно они, конечно, же и подвесили. Да, шикарно. Это хороший тоже момент. Вообще все здесь прекрасно. И как Юн типа фокуса показывает. Еще камеры двигаются. Эта девочка, которую я, честно говоря, забываю постоянно призовут, очень идут красные волосы. Прям очень. Туда опять же. Эту самую руку с камерой поставили. Роборуку. Капливать. Капливать. Какая милота, слушайте. Правда, это милота, которая мне нравится. То есть, если помните, мне, например, нравится по-большому еще чисто милашная песня Knock Knock от Vice. Мне нравится тоже чем-то похожая по настрою песня от From S9. В общем, от тех же композиторов. Это композиторы совершенно другие. Но почему-то у них настрой получился похожим. Подобный, я бы сказал. Почему, не очень понятно. Ну, так получилось, в общем. В частности, в частности, сейчас я, наверное, все-таки включу на три секунды буквально версию танцевальную и хочу именно показать момент, который... Да, и который, например, эту песню чем-то отдаленно родится из ней Fancy от Vice. Они совершенно разные по настрою, по большому счету. Просто вот какой момент, смотрите. Короче, песня короткая, пофиг. Посмотрю еще раз. А, нет, это какая-то странная версия, что ли, не понимаю. То есть, это... А, это было написано, что это тизер. Понятно. Блин, ладно, хорошо, жалко. Но, с одной стороны, хорошо, что не придется в третий раз смотреть, но вас не утомлять. Тогда на этой версии. Я думаю, что за нафиг. Две, два, три. Просто песня идет три с копейками. На танцевальной версии идет 2.30. Я подумал, мало ли, что-то обрезали. А нет, это просто тизер был. Собственно говоря, смотрите. Фэнси, лучший момент, это постфорус. Хук. То есть, именно который фэнси. Вот этот хук. А здесь... Помимо... Вот этого замечательного... То есть, смотрите. Припев. Вот он. Он хороший. Он милый. Он запоминается. Но... Хост-хорус, вот он. То есть, собственно говоря, это хук, пожалуй. И вот он запоминает сильнее всего. Не считая того, вообще, пре-прехорусы получается. Блин, песня, конечно, нестандартная структура очень. То есть... Вот этот момент. Это что, пре-хорус? Не совсем. Это пре-прехорус, как будто бы. Хотя... Не, пре-хорус, это был пре-хорус чистой воды. Да. Слушайте, очень хорошая песня. Мне прям зашло. Второй раз, два раз послушал с копейками. Прям еще больше залетело. Теперь буду переслушивать. Я очень рад, что у Стейси появляется все больше и больше хороших песен. Итого мне теперь у Стейси нравится 4 песни, получается. Соответственно, So Bad, само собой. Run To You. Господи. Этот... Только что говорил. Поппи. И, пожалуйста, Bubble. Bubble. Вот. Это круто. Я этому очень рад. И надеюсь, что продажи у этого альбома, у миника, будут выше, чем у предыдущего. Ну, просто так, потому что должно развиваться все по возрастающей. Потому что, когда я смотрел данные на... Типа, спустя, по-моему, 5 часов продаж или 3 часа продаж, точно не помню. В общем, у Bubble было 153 тысячи проданных копий. Это хорошо. Это очень хороший результат. Там главное им обойти свой предыдущий результат. Потому что у предыдущего миника было 180 с копееками тысячи. Ну, в принципе, им осталось 30-ка. Я очень надеюсь, что они это дело догонят. И перегонят. Если не догонят и перегонят, то ладно. В принципе, не такой уж и... Не такой сильный ападей. Но надеюсь, опять же, что будет рост. Так что поздравляю победителей. Черноглазых. Плюс с ними. Опять же, мы в чатике обсуждали это дело. С ними работают. Теперь примерно одни и те же люди. Они, видимо, такие воспитали смену. И, например, здесь списки авторов, композиторов непосредственно. Во-первых, есть Black Eyed Pilsim. Черноглазые победители. А также есть Джон Гун. Он с ними тоже постоянно работает. И FLYT. Это тоже кто-то или кто-ты. Простите. Которые с ним уже несколько раз работали. Вот. Так что над всеми, в принципе, песнями. Всем спасибо. Всем пока. Поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Чтобы все-таки подписчиков было столько, сколько их настоящему смотрят. Мои песни, мои реакции. Потому что только 30 или 35% точно не помню. Людей смотрят, подписавшись. Остальные смотрят просто так. Вот. А если вы мимик крокодил, то будьте не мимик крокодилом. Будьте подписчиком. И, наконец, благодарю людей, которые меня поддерживают на Boosty. И всех призываю присоединяться. Потому что на Boosty весело и круто. На Boosty дофига. Пока не дофига народу. Пока не дофига. Вот. А хочется, чтобы было дофига. И у нас есть чати, в котором мы болтаем, обсуждаем. И камбэки свежие. И дебюты. И музыкальный шоу. У нас прям там несколько каналов есть. Каждый по своему шоу. Мы это активно обсуждаем. И заказывать песни можно. И голосовать за другие песни. Там это вон месяц. Это ДТП. В общем, у меня там еще список сейчас вещей, на которые я уже отреагировал. Мне осталось выложить. Или которые еще нужно отреагировать. Достаточно большое. Спасибо спонсорам. Все. А это, по-моему, песня, если ничего не путаю, наверняка попала в список того, что мы, опять же, спонсоры проголосовали. Но я не уверен, потому что я мог ее даже не поставить в список голосований, потому что я и так на Анастасию отреагирую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok